Хэй-хэй-хэй! Всем привет, механоиды! С вами главный механоид Чинацкий, и у меня для вас сегодня новая серия по супер-мехам. Не забывайте, конечно же, подписываться, ставить лайки, всё это очень даже плюс респект вам делает, ну и не забывайте, естественно, что чем больше лайков, тем быстрее выходит следующее видео. На прошлом видео лайков было не очень много, поэтому это подзадержалось, поэтому исправляйте ситуацию, дорогие друзья. Ну а мы сегодня, в общем-то, будем подготавливаться к неделе один на один. Она у нас уже буквально пару часов назад началась, поэтому я хочу немножечко подготовиться, немного усилить своих мехов и подкинуть вам, так сказать, пищу для размышлений, друзья, потому что у меня пришла пора, как мне кажется, менять сборочки. Итак, в первую очередь, как видите, я здесь немного видоизменил своего основного меха, сделал его вот таким. Вместо френтика поставил скоп и армор-дестроер. Армор-дестроер у меня уже мифический, не фулл-мифик, но мифический. Скоуп легендарный. Собственно, хочу скоп сразу улучшить, сделать его фулл-мификом, потому что этот выстрел он очень хорошо вносит, и я думаю, что это будет очень даже в тему. Итак, давайте посмотрим, у меня здесь не то, чтобы много пауэр-юнитов, я так подфармил, но не сильно много, поэтому я надеюсь, что хватит. Так, 300 тысяч отдай... Ой, скоп, говорю, блин, это флейминг скоп, это на тепловике, а тут он называется Falcon, сори. Так, хорошо, плюс 170 дэмэджа, это сразу плюс, это сразу замечательно. Давайте сделаем его мифическим теперь, Виндиго. Эх ты, забафанный Виндиго. Кто не знает, Виндиго очень сильно забафали разработчики, теперь даже топ-игроки его часто носят, но лично мне он на данный момент пока что не нужен. Да и фулл-мифик у меня Виндиго как бы есть, поэтому не парюсь, собственно. Так, что еще я хочу отдать, Сэвэджери, наверное, отдам, почему бы и нет. Отдаем и делаем себе мифический Falcon. Замечательно. Теперь нам нужно его сделать фулл-мификом, потому что он будет дамажить под косарик и как бы легендарный пауэр-юнит отдать под такое дело не жалко. Ну и, конечно же, докинем сюда еще редких пауэр-юнитов тоже, почему бы и нет, в общем-то. Ну да, впритык получается, впритык давайте даже вот так сделаем, чтобы не тратить лишний пауэр-юнит. 800 тысяч тратим, друзья, но зато посмотрите, как дэмэдж сейчас будет просто гигантским образом увеличиваться. Смотрите, было 455-700, стало 600 кэс. Ну и, конечно, на минус арморе он будет вносить больше кэса, то есть это... Ну, выстрел будет такой солидный, как финишер, его можно будет использовать только так. В кайф. Дальше, есть еще некоторые вещи, которые я хотел бы улучшить, а именно вот эта вещь и вот эта вещь. У меня уже две таких есть, Platinum Fortress, друзья. Один выбил вне видоса, поэтому, собственно, вам продемонстрировать именно выпадение не смогу. Но, чтобы вы понимали, это было вне видео, то есть... У меня таких два, но, честно сказать, я пока не очень представляю, что мне с ними делать. Ну, как бы, потому что они не прокачаны, то есть мне в любом случае их нужно будет сначала вкачать, прежде чем ставить. Ну и, сами видите, мне здесь не особо-то хватает. 30 уровней-то я, конечно, ему повышу, но это незначительно. Нам нужно выводить его в Full Mythic. Потом этим займемся. Ну что, друзья, вот такая вот получается у нас сборочка с Falcon. Я надеюсь, что она будет работать и посмотрим, какой результат она нам даст. Сейчас ранги будут очень низкие, друзья. Я вот сейчас вот записываю этот видос и надеюсь, что в конце недели запишу еще один по мехам, где уже будем, ну, на нормальных рангах, где-то там в районе первого-второго там сражаться. Ну, второй-то точно, первый, я надеюсь, тоже возьмем. И да, друзья, как обычно, я вас призываю, чтобы вы выбирали, как бы, новые идеи для сборочек, кидали их, писали, что думаете по поводу моих сборочек. Все это читаю, всегда это интересно посмотреть, ваше мнение. Очень часто на него опираюсь при постройке своих сборок. Так, смотрим, что у нас с вами тут. К сожалению, одной леги не выпало, зато есть много эпиков. Что, конечно, бесполезно, но все равно приятно. И за пятый ранг нам снова нифига не дается, даже релики не даются. Я уже даже не парюсь на этот счет, друзья, но это стандартная ситуация, как бы, на Неверлаки, Неверлаки. Так, давайте переключимся, наверное, сюда. Хочу посмотреть, что у нас тут по модулям. В принципе, по модулям все ок. Здесь, в общем-то, тоже, блин, мне очень хотелось бы, конечно, качнуть вот это нормально. 104.37. Ну, блин, он очень сильно будет проседать по ХП. Поэтому пока что не могу я поставить Платинум Фортрес, как бы я не хотел. Кстати, да, вот такая у меня энергетическая сборка, пока тестовая, тестовая. То есть, пока еще ее не особо готов использовать, но на будущее все может быть. Погнали! Седьмой ранг, друзья. То есть, понятное дело, что здесь противники намного слабее нас. 2 на 2. Но посмотрим. Может быть, даже где-то и проиграем. Поглядим, как пойдет. Я не знаю. Мне нужна, конечно, нужна какая-нибудь безумная акция на что-нибудь хорошее. Либо какой-нибудь безумный дроп тоже на что-нибудь хорошее. Так, у меня этот антитепловик. И, надеюсь, что он первого... Это даже лучший вариант, в принципе. Так, даже лучше, по большому счету. Погнали! 376 тепла. Это подарок сразу. То есть, мы сразу понимаем, что это будет изи вин. Мы его сразу выгашиваем в хитбомбу. Таким образом, он как минимум... Ну, это шатдаун 100%. А, слушайте, у него очень неплохое охлаждение. Блин, не ожидал. Честно признаться, не ожидал. Ну, давайте, наверное, вот так сделаем. В принципе, мы просто вгашиваем очень хороший дэмэдж. Здесь он никак не сможет... Да, отлично. Он нас переводит на регенчик. У нас здесь будет оверхит. Мы вкидываем сору. Все равно у нас не с чем стрелять. Поэтому нам на оверхит, в принципе, пофигу. Я очень надеюсь, что в следующий ход мы его добиваем. Но у меня есть такая надежда, потому что... Да, добиваем. Замечательно. Выключаем двигос. Мало ли что. Может быть, на следующий ход нам повезет. И он нас не сможет добить. Что, в принципе, вряд ли 830 дэмэджа недостаточно. 930 даже. Мы еще и на регенчике. Замечательно. Это вообще идеальная ситуация. Ну да, и он левает. В принципе, здесь ожидаемый результат, скажем так. Седьмой ранг, друзья. Понятное дело, опять же, я ничего плохого не хочу сказать про противников сейчас. Потому что, естественно, это очень-очень слабые противники. Они, естественно, на своем ранге сидят не просто так. Но также хочу заметить, что это первые... Буквально первые часы новой недели. Поэтому, скорее всего, эти чуваки были на пятом ранге. На прошлой неделе. Поэтому, по крайней мере, я закончил на пятом ранге. И меня перенесли сюда. Я на прошлой неделе не очень много играл. Ой, хорошо вообще. Замечательно, что он вот так вот поставился. Мне это прям идеальный варик. Погнали. Как видите, в этой мете, которая сейчас играет, друзья, сопротивление очень важно. То есть, все стараются использовать сопротивление. У кого сопротивления нет, чаще всего, ну, не особо хорошо выступают на арене. И, в принципе, понятное дело, что бафы Виндиго с сопротивлением и других торсов тоже, они, ну, повлияли на игру. Реально повлияли. Поэтому, в принципе, если вы собираете сборку какую-то, то ориентируйтесь на сопротивление. Как минимум на одно. Но лучше, конечно, чтобы у вас по всем параметрам все было норм. Так, я вот просто думал, как лучше сделать. Так, мы стреляем 100%, но хит-бомба или ссору. Давайте, наверное, ссору на следующий ход. Даже, блин, наверное, надо было хит-бомбу. Да, наверное, надо было хит-бомбу, потому что на следующий ход. Хотя... Я просто боюсь... Не, добьем, добьем. Должны добить. Да, добиваем. Выключаем двигоз. Можно было даже подойти на реген, на самом деле, даже, наверное, так было бы более правильно. Ну, в принципе, пофиг. Здесь все равно однозначно выигрышный бой. И вот, смотрите, то есть он без сопротивления. Единственное, что у него сопротивление физовое. Он нас сейчас, когда добьет, то, естественно, у нас будет физик. И нам по физовому сопротивлению чуть сложнее будет работать. Блин, какой же у меня большой мех. Но это ничего страшного. Я так думаю, все будет хорошо. Так, хорошо. 712. Оверхит, к сожалению. Это не шатдаун. Но ему будет сложнее играть в будущем. То есть ему придется... Ой, вообще не повезло, чувачелек. Понимаю, понимаю. Беда, беда. М-м-м, хорошо. У него оверхит. Ему надо подрубать дрона. Соответственно, он теряет еще один ход, пока нас добивает. Да, 13 хп. Это, конечно, из трех тысяч. Это печально. Это как минимум печально. Ну, давай, чувак, вкидывай. Да, дрона ставь. Чего тебе еще остается-то? Тебе больше ничего не остается. Можешь, конечно, и знать. Ну, ладно, можешь и так. Но это вообще ошибка, конечно. Ну, ладно. Я не возражаю, чувак. Я не возражаю. Сразу можем понизить сопротивление, чтобы стрелять было поудобнее. У меня, как видите, новый, ну, вернее, дрон, который я раньше не часто использовал. Это Selfish Guardian называется. Неплохой дрон с довольно сильным бэкфайером, но и выстрелы у него, в чем плюс, по всей дальности идут. То есть, здесь можно хоть вблизи сражать, хоть издали. И самое главное, что в связке с Falcon'ом он тоже работает. То есть, телепортируешься, стреляешь с Falcon'а, дрон добивает, если что. Если вдруг Falcon не сработал. Ну, давайте затестим. По-моему, сюда, наверное. Да. Найс. Красивый всегда выстрел. Мне всегда нравятся эти дальнобойные, мощные выстрелы. Конечно, когда у тебя нет возможности сблизиться, они, ну, подбешивают немножко, скажем так. Но, когда у тебя у самого есть такая возможность, это приятно. Так, друзья, что еще мы можем здесь интересного сделать? Так, здесь вот, давайте вот это сделаем. У меня здесь три шанса на легендарку. Ну, давайте подождем еще вот некоторое время, чтобы у нас с вами было больше шансов. Ну, больше карт могло бы выпасть. И, наверное, что в магазин? Давайте глянем здесь. 500 монет. Смотрите, у меня максимальное уменьшение бэкфайра. У меня, в принципе, все, с боевых точек зрения, все хорошо. Поэтому, я думаю, что есть смысл продолжать энергоурон, электрический урон. Но, если я вот буду энергетика дальше прокачивать, нужно будет это качнуть. А пока что, я думаю, что можно действительно продолжать ждать. Блин, регенерация топлива плюс 3% это тоже топчик, конечно. Ну, а, наверное, все-таки пока что подожду. Хочу подкопить на дополнительную хпшку. 50 хп, друзья, опять же. Ну, вы сами видите, иногда даже 13 хп решают. Что уж говорить про 50. Не счесть, сколько у меня было битв, когда мне эти 50 хп могли зарешать. Ага, замечательно. Он выбирает опять тех же. По-моему, я с этим чуваком уже сражался. И у него опять нет регенчика, друзья. Это, конечно же, ошибка. У нас 89, и каждый его выстрел уменьшается где-то вот в районе соточки. У меня, соответственно, каждый выстрел скоро будет наносить уже дополнительный урон. Вот летаем к нему сразу со Space Invader, вносим на минус 5 сопротивление и на минус 10. Соответственно, каждый мой выстрел будет сильнее на 10. Это очень-очень мощно. Давайте так сделаем. Нормально, уже минус 60. Блин, сопротивление это реально просто невероятно важная вещь. Многие недооценивают, на самом деле, вот так, как я понял по своим подписчикам, многие недооценивают сопротивление. Но оно очень важно. Конечно же, не менее важно, как и хп, потому что некоторые упираются в сопротивление и делают себе там полторы тысячи хп. Это тоже не варик. Это тоже не варик. Нужно, чтобы сопротивление... Блин, я думал, что я его не добью. Вот это не очень хорошо получает. Ладно, пофиг, в принципе, все равно мы его добьем. Конечно, у него 2 300, как видите, плюс сопротивление тоже не... Блин, да он меня даже добить не сможет, походу, да? Да... Бывает, чувак, бывает. Ну ладно, что ж, ничего страшного. Как бы 7 ранг и без вопросов. Это все нормально на 7 ранге. Сборка, конечно, абсолютно не какущая, но это, опять же, 7 ранг, поэтому... Никаких, так сказать, претензий. И давайте сразу понизим сопротивление. Ну и он уже ливает. Прекрасно. Ну что, друзья, давайте до 5-го долетим по-быстрому. Я думаю, что у меня много времени это не займет. Ну, либо до 1-го поражения. Одно из двух. Если долетим до 5-го без поражений, давайте... Давайте задоначу. Давайте задоначу до премиум пака. У меня там остается совсем фигня. Там буквально 50 токенов, по-моему, не хватает. Так, если до 5-го летим без поражений, доначу на премиум пак. Если хоть одно поражение, то потом оставим это на акцию. Может, какую-нибудь, мало ли что. Пригодится еще. Так, ну что, давай, давай. Я еще хочу еще немножко пострелять со своей дальнобойной сборочки. Все-таки с этим, с Solar Torch, да, Solar Torch, мне нравится играть с ним. Но в чем минус? Блин, вот минус в том, что у меня тут очень серьезный противник сейчас. Возможно, что премиум пак нас все-таки, друзья, не будет ждать. Так, ну давайте смотреть, в чем, блин, к сожалению... Да, мощно-мощно. У него 2 300 хп, это, конечно, вот единственное, что может меня спасти, это то, что у него 2 300 хп. В остальном все довольно жестенько. Ну давайте смотреть, что делать. Раз, два, три. 1500 остается, но он нам бодро снимает, то есть, сами видите, аж на... Ага, ага, ага. Ну да, офигенно он отыграл. Ничего не скажешь. Давайте попробуем хоть в шатдауну вывести, не знаю, получится. Блин, это еще и вархит. Ну, жесть. Жестко, жестко. Ну, естественно, он в меня стреляет. Да, я боюсь, что здесь GG, друзья. Не получится у нас с вами отыграть... Точнее, купить премиум пак, потому что... Ну, я его сейчас кое-как, конечно, добью, наверное. Либо на следующем мехе добью, это не так важно. Но то, что у меня просто нет энергии для того, чтобы загасить его второго меха. Ну и плюс у меня, как видите, зекло. У него, в свою очередь, анти-зекло. Ну, то есть, сами понимаете, здесь для нас, к сожалению, без вариантов. Ну да, это чисто энергетик, у меня энергия ноль. Да, бывает, бывает. Ничего страшного, считаю. Всякое бывает, бывает и такое, в том числе. Ну вот, 800 демеджа, да, но у меня просто больше не с чего стрелять. К сожалению, это поражение. Ну, что сказать, законтрил. Законтрил у меня чувачок. Ну, довольно сильно попался, на самом деле, для шестого ранга. Это хороший результат. Давайте прембокс откроем. Чисто вот, я понимаю, что там будет эпик, но чисто вот так вот в кайф. Почему бы и нет? Мы можем себе это позволить. Давайте откроем. Да, там эпик и это грим кобра. Блин, еще один хочется открыть. Просто капец, но... Ладно, давайте еще один, пофиг. Эх, эти шансы на лего, друзья. Эти шансы... Во, все. Вот если бы, на самом деле, сейчас не открылось, я бы себя порас полнейшим дураком чувствовал. Но я и сейчас могу себя так чувствовать, если мне здесь выпадет модуль или ноги. Но я надеюсь, что выпадет пушечка. Хит. Тоже вариант. Модуль, модуль. Спасибо. Проклятие модулей или ног полностью действует. Ладно, во всяком случае, мы за три прембокса купили, по сути, лего. Это, в принципе, нормальная цена за легендарочку. Потому что, таким образом, мы можем ее спокойно вкинуть в раскачку. Ну что, друзья, на этом, пожалуй, что все. Спасибо большое, что смотрели. Если видео вам понравилось, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал. И, конечно же, писать ваши интересные комментарии со своими вариантами сборочек. С вами же был Ченаски. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока. А самое главное, дорогие друзья, хочу сказать большое спасибо красавчикам, которые поддержат меня с помощью спонсорской подписки. Дорогие друзья, эти ники на экранах. Запомните их и присоединяйтесь.